Всем привет! Вот и вышла новая карта. Сейчас вам расскажу, как на ней играть. Эта карта однозначно для атаки. Здесь за атаку ты будешь выигрывать гораздо чаще, потому что здесь идёт именно контроль карты. Пленты занимаются с огромных разных мест, поэтому атака здесь доминирует и контролит карту гораздо быстрее и раньше, нежели защита. Играя за атаку, ты чаще всего навязываешь свой бой, свою игру. Играть на карте супер весело, потому что она требует постоянных файтов за контроль территории. Это одна первая из карт, где идёт настолько сильный уклон именно в контроль и позиционирование, нежели прям супер в стрельбу и аим. За защиту гораздо сложнее играть, потому что тебя прессует атака. Поэтому здесь must have будет cypher и killjoy. Это 100%. Поэтому их немного понерфили, что другими героями можно их обилки ломать. Разработчики этой карты прекрасно это понимали. Вот поэтому такое обновление и вышло. Контроль за карту однозначно важен, потому что, к примеру, если вы вот эту часть профукаете, то противники легко пройдут вот сюда. Пройдя вот тут, они откроют для себя ещё один новый момент, где могут вас выйти и перестрелять. То есть вам нужно уже будет больше позиционок, контролировать, перестреливаться и думать, где они и так далее. Это минус, нам этого не надо. Поэтому файт однозначно будет вот тут вот, постоянно вот за эту территорию. Ну, тут ясное дело, вас будут выбивать и гранаты, смоки и так далее. И забираться будет вот эта территория, это 100%. Поэтому однозначно и вам же нужно что-то противопоставить в контроле вот этой территории. И таких моментов по всей карте очень-очень много. Поэтому эта карта именно идёт и за контроль. Почему Сайфер и Килджой? Да потому что ими проще всего получать инфу и контролить карту. Поскольку здесь очень много проходов, всяких нычек, противник не выходит с каких-то одного или двух мест, а сразу может появиться там, где особо и не ожидаешь. Поэтому нам и нужны такие персонажи, как Килджой и Сайфер. Это однозначно они будут везде. Но не каждую катку, поскольку мы все прекрасно понимаем, что 5 дуэлянтов будет, как всегда, часто встречаться. Но встречаясь против грамотной Тимы, мы будем всегда видеть Килджой и Сарфи и Сайфера. Поскольку даже играя уже за атаку, нам опять же всё равно нужно контролить территорию, опять же, растяжки, камеры, турели, боты и так далее. А это всё нам понадобится для защиты уже Спайка и контролирования территории, которую вы заняли. За атаку, ну, однозначно нужно перемещаться на тросах, желательно двум персонажам. Один прикрывает пока мы здесь. Вдвоём заходите в спину, трое обходят, сначала занимают начальную позицию, один потом уходит на миде, там перестреливается. Мид занимает, его контролит и двое выходят откуда-нибудь уже отсюда. Точно так же и с другим плетом. Чем больше территорию вы возьмёте за атаку, тем больше у вас будет преимущества. Поскольку противнику нужно будет использовать скиллы, чтобы вас выбивать, медленнее идти, больше чекать позиции, перестреливаться. Это всё время, наше драгоценное время, которое мы выигрываем. Также, играя на этой карте, я заметил, что вот эта вот часть будет переделываться однозначно, потому что это вообще место смертников. То, что за атаку, что за защиту, ну, выходить очень сложно, получаешь по лицу моментально. Я думаю, скорее всего, будет расширяться и сделается чуть-чуть ниже, чтобы запрыгивать было проще. Вот так, в принципе, в карте всё выглядит балансно. Игра на этой карте весёлая, активная, не нужно ждать конкретного выхода, фейки, не фейки. Там тут постоянно какие-то перетяжки, обходы, там не получилось, быстро туда перетянулись. Что атака сама ожидает, что противники также зайдут в спину неожиданно. Ну, блин, карта супер динамичная, интересная, на ней постоянно приходится драться за контроль территории. Поскольку постоянно на этой карте будет пикаться Killjoy Cypher, разработчики выпустили обновление, то, что теперь почти всеми скиллами можно ломать обилки Cypher и Killjoy. Из оружия, конечно, нормально, за защиту подойдёт Фантом, но опять же, минус 140, это Попа Бойль. За атаку Вандал, это, ну, однозначно. Оператор здесь себя показывает, ну, не прям, чтобы супер. Видел сегодня много джета, как обычно, с этим оператором. Ну, не показали они, не раскрылись они в супер, как на других картах. Поэтому, ну, ваше дело, конечно, отыгрывайте. Но здесь он показывает себя немножко хуже. Есть двери, которые от обилок и открываются даже от оружия. Так что фейковать, в принципе, можно. Используйте. Сегодня, попозже пойду проверять, будет ли турелька стрелять, когда двери закроются. Вот, будем смотреть сегодня, будет прикольно, если турелька будет стрелять. Также, пока мисс карта до конца не доработалась, можно много камер ставить за сайфер. Но основной вывод какой? Контроль карты, да и всё. Самое-самое главное, это действительно вот первая из карт, где очень важно занять позиции. Карта интересная, весёлая, простая. Ну, в принципе, это всё. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok